Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минуты». Как и полагается, накануне Нового года в гостях у нас Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте! 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 У меня первый вопрос. К Деду Морозу верят все-таки или не очень? Конечно, верят. А как иначе? Кто больше? Детишки как воспринимают? Детишки все по-разному. Те, кто постарше, те, естественно, уже более, скажем так, требовательны, требуют подарки в основном. Помладше – там наоборот. Некоторые пугаются, некоторые, конечно, верят, подходят и уже там, соответственно, как обычно, стихотворение. По поводу Снегурочки, кстати, много действительно и толков, и мифов, и она каждый год разная, в зависимости от того, чей год мы празднуем. Костюм Снегурочки меняется с годами? Меняется. Я даже сказала бы не с годами, а, возможно, от ситуации. Ну, на детский праздник хочется, конечно, одеть красивый-красивый в пол, корону. Был у меня такой костюм. На взрослый уже немножко полегкомысленней. Хочется додумывать, что Снегурочка не обязательно внучка Деда Мороза. Поэтому можно чуть-чуть в таком эстрадном стиле. Вот, в принципе, почти как сейчас. А когда елки начинаются для вас? Елки, наверное, ну, с 20-х чисел. Чаще всего это 20-е число и уже Новый год. Детские, взрослые программы и новогоднее настроение, вплоть до новогодней ночи, естественно. Чувство Нового года у самих не теряется, когда 2,5-3 недели елки-елки? Как раз в момент курантов. Я это чувствую, как бы, как, наверное, и все люди. Что-то такое сказочное, волшебное. Ну, а потом обычно мы опять работаем. До 31-го, да? Да, конечно. Продолжаем работать, поздравлять людей с праздником. Сценарий, конечно, меняется. Детский один, взрослый другой. Ну, и в зависимости от символа года наступающего, конечно, придумывается какая-то оригинальная фишка, какой-то ход. И появляются какие-то интересные персонажи. Год дракона – это был дракон светящийся. Год змей – это была, конечно же, змея. И были связаны конкурсы с этим. Ну, а теперь год лошади. И у нас заготовлены некоторые интересные идеи, фишки, которые будут развлекать и детей, и взрослых. Герои и в зале находятся. Да еще какие? Какие-то случаи были, особы, которые вам запомнились и до сих пор вы улыбаетесь, когда вспоминаете? Ну, всегда найдется один-два человека, особенно среди взрослых, которые удивят всех своим танцем или участием в конкурсе. Причем, что бывает иногда, что реально мужчина, от которого не ожидаешь… Самый солидный такой, да? Грузного вида, садится на шпагат в танце и выделывает такие головокружительные трюки, то есть, что за голову берешься. То есть, это всегда не только для нас удивительно, но и для его коллег, которые работают вместе с ним. Дед Мороз обладает какими-то особыми свойствами? Ну, может быть, не шпагат, конечно, но тем не менее удивит гостей. Ну, я поющий Дед Мороз, то есть, не только там вводим хороводы, но также пою заводные песни, новогодние, естественно, приглашаю всех танцевать, вот тем самым помогая людям, скажем так, отдохнуть. Может быть, вы расскажете телезрителям, как встречается наступающий год? Стихия вода, год переменчивый. Мне очень понравилось, что особенно надо уделить внимание нарядам, я думаю, всем девушкам, женщинам будет это интересно. Есть повод? Есть повод, да, особенно, потому что все-таки лошадь, она такая фигура интересная, всегда красивая, статная, да, хвосты, шевелюры, оттенки темно-синевого одежды, зеленого, какие-то принты, связанные с гривой или с лошадиной раскраской. Кстати, подарки мне очень понравились, это ювелирные изделия, желательно бриллианты, это для женщин, ну, для мужчин, наверное, тоже. Дед Мороз загрустил сейчас. Вот, и вообще год интересный, то есть, ну, лошадь, да, будем много работать, ну, наверное, и будем много улыбаться. Лошадь, она же… Она любит общение, она, во-первых, это свободолюбивое животное, которое, то есть, понимаем, да, любит простор, скорость, то есть, и, соответственно, и встречать Новый год надо тоже так же в просторных каких-то помещениях, вот. Но в то же время лошадь, она любит и домашнюю, ну, как бы сказать, привязанную к семье, то есть, это надо встречать с близкими, родными людьми. И да, и лошадь, кстати, не любит очень много шума, несмотря на то, что у нас вот все эти мероприятия шумные, я думаю, что это как раз, может быть, даст возможность задуматься, что чересчур шуметь и пугать лошадь нельзя. Ну, и подкову, конечно, надо иметь подкову. А еще мне понравилось, что в следующем году может сбыться все, что угодно. Переезд, переезд, приобретение жилья, любовь, замужество, то есть, такой вот интересный год. Что сделать-то нужно для этого? А верить, наверное, в удачу – это самое главное. Новогодний праздник – это же вот вера в чудо, и даже взрослые верят, как дети. Я сама наблюдаю, когда новогодняя ночь, бьют куранты, и мы произносим какие-то вот, рассказываем о тех приметах, которые надо сделать, съесть виноградинки, сжечь пожелания, перепрыгнуть, как бы впрыгнуть в Новый год. И все пытаются все это выполнить в этот бой курантов во время этого, чтобы все сбылось. То есть, взрослые тоже верят. Вот, я думаю, главное поверить – все сбудется. Мысли материальные. А вы сами в котором возрасте перестали как-то, стали сомневаться, скажем так, а существует ли Дед Мороз и Снегурочка? Я не сомневаюсь до сих пор. Мы же есть. Мне кажется, активнее всего с Дедом Морозом как-то взаимодействуют барышни. Мое личное мнение. Да, да, это сто процентов. Отнимают валенки, мешки, посохи. Вот почему-то вот им это нравится. Это правда? Соблазняют. Да, мешки, посохи, да. Пытаются отнять, обнимают, целуют. Борода бывает вся в помаде иногда. Ну, бывает все по-разному. Не всегда только барышни. Вот иногда и мужчины. В помаде. Нет, не в помаде, конечно. Но дома-то Деда Мороза ждет своя Снегурочка. Как она воспринимает это дело? Терпеливо? Слава Богу, да. Понимает. Ваши близкие не намекают, что в эту особую ночь лучше побыть с ними? Есть такое? Возможно, есть. И каждый год я, например, думаю, что какую-то новогоднюю ночь наверняка я все-таки решу провести в семье, да. Но у меня, например, есть возможность. Вот дочка стала побольше, и я могу позволить взять ее с собой, например. Не устаете сами от того, что все время праздник? Все-таки иногда нужно погрустить самим. А тут как у настоящего клоуна. Чтобы не было дома, на сцене мы улыбаемся. В большей части я считаю, что ты получаешь обратно вот эту энергию, если ты искренне ее отдаешь. И даже ей заряжаешься. Вот Дед Мороз не даст соврать, что после многих мероприятий, когда мы возвращаемся домой, мы даже не можем уснуть сразу. Кто-то в сетях сидит в возрасте. Да, настолько вот эта энергия, она переполняет. Как бы ты ни стал, ты находишься в какой-то... А фост-мажоры были, забыли костюм, отняли бороду, мешок с подарками в такси, все, что хочешь. Я помню один случай с Дедом Морозом. Мы приехали к детям домой поздравлять. И детки были очень такие шаловливые, и не успели мы войти. Как кто-то из детей, там, может быть, девочка, я помню, лет семи, бросилась на Деда Мороза, прям вот наскочила на него и тут же сорвала бороду. Я прошу и Снегурочку, и Деда Мороза сказать что-нибудь всем, кто будет готовиться к Новому году, кто в предвкушении, мандаринов, конфет, елочки. Желаю всем нашим гостям, чтобы они, самое главное, поверили в это чудо, приобретали или делали своими руками подарки для своих родных и близких. И, наверное, вот это самое главное, дарить подарок, радость. И вот тогда ты чувствуешь, ну, вот это особенное, наверное, ощущение волшебного праздника. И обязательно загадать желание. Кстати, в новогоднюю ночь, если загадать желание, говорят, надо написать 12 бумажек и 12 желаний, положить их под подушку, а утром вытащить три. И вот эти три наверняка сбудутся в следующем году. У меня всегда сбывается. От вас? Ну, я хочу просто пожелать нашим телезрителям здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. И у нас год по лошади. Лошадь, говорят, существо трудолюбивое. Тем самым, как бы намекает, что очень многое в нашей жизни зависит от нас. Поэтому я желаю, чтобы все наши попытки что-то изменить приводили, несомненно, к успеху. Вот и все. Это была программа «Семь минут». С наступающим вас! Субтитры сделал DimaTorzok